Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я очень рад всех приветствовать на нашей питерской земле, такой теплой компании. У нас хорошая погода буквально несколько дней. Сам я четыре часа только назад прилетел из Москвы, поэтому рад этой встрече все-таки на нашей земле, на нашей родной земле. Сам скромно занимаюсь органосохраняющим лечением рака почки, в том числе активно, наверное, все-таки занимаюсь и хирургическим лечением, слушая каждый раз дискуссии в отношении этой темы. Я каждый раз себя ловлю на мысли и очень рад, что это остается искусством, причем искусством индивидуальным, искусством, которое касается каждого конкретного специалиста. На сегодняшний день нет четких критериев, когда мы можем сказать пациенту, что ему показана резекция, ему показана нефрактомия. У нас нет объективных, на высоким уровнем доказательности исследований, которые бы говорили, что действительно резекция лучше, чем нефрактомия, даже при небольших размерах образования. У нас нет действительно подобных исследований и в отношении малоинвазивных методов, в том числе и различных абалитивных методик. И каждый раз специалист, который сталкивается с этой ситуацией, принимает индивидуальное решение на основе своего опыта, на основе своего искусства, умения, когда он выполнит все-таки уровень сохраняющего лечения, когда он сохранит почку. При стадии Т1А, при стадии Т1Б, а то и при стадии Т3А, когда уже даже есть явный выход за капсулу. И еще раз повторю, это действительно украшает, наверное, все-таки нашу специальность, нашу работу, делает ее крайне интересной и позволяет каждый раз испытывать какие-то новые чувства и открывать для себя что-то новое. Я не совсем согласен с тем, что абляция невозможна у пациентов, в том числе и при рецидивных образованиях. Такого опыта у нас нет, и я как раз посвятил свой доклад тому, что мы постарались в Санкт-Петербурге собрать весь материал, который, по сути, за последние, наверное, лет семь состоялся в нашем городе в отношении аблятивных методов. Мы объединили материал трех центров, это не онкология, не Петрова, это регионологический центр и медицинский институт имени Березина, где, в общем-то, мы как-то стараемся проводить эти методики в жизнь, хотя на самом деле опыт весьма скромный, о чем, в общем-то, я дальше похожу. Ну, об актуальности этой темы говорить, наверное, сложно, но тем не менее, кому мы считаем на сегодняшний день показанные эти методики? В основном пациенты с низким функциональным статусом, то есть пожилым пациентам. Понятно, что прирост все-таки заболеваемости раком почки – это в основном пожилые и больные, их количество увеличивается, и для них это может быть в том числе методом выбора для лечения. Если разделить те виды методов, которые на сегодняшний день существуют воздействия, я бы их разделил на термические и на сегодняшний день на методы, которые не связаны с изменением температуры непосредственно в зоне опухолевого процесса. Первое – это, естественно, повышающая температуру, который механизм связан с распространением колебаний, различных волновых воздействий, потери энергии в ткани, ткань нагревается, ну и криодеструкция за счет внедрения каких-то различных хладоагентов, которые понижают значительную температуру в ткани, вызывая при этом абляцию. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно интересные данные публикуются в отношении электропорации, где за счет определенных частот электрического тока достигаются эффекты, похожие на естественный абаптос. В ткани не изменяется температура, но происходят изменения, и клетки вступают в состояние естественной гибели, за счет чего происходит гибель опухоли. И в том числе применение вариантов лучевой терапии, как дистанционной, так и интерстициальной, которая также, с одной стороны, мы понимаем и знаем со школьной скамьи, что рак почки является радиорегистентным, но с другой стороны, мы активно посылаем пациентов на абляцию очагов в головном мозге, и при этом видим хорошие результаты. Поэтому все-таки, наверное, и это имеет право на жизнь, и применение лучевой терапии, особенно сфокусированной у этих пациентов. Здесь вот этот важный вопрос все-таки доступа и навигации. Я, опять же, не совсем соглашусь, что лапароскопический доступ – это не абляция. Это абляция, но немалоинвазивная. Она действительно хирургическая. И если мы смотрим с позиции того, что все-таки аблятивные методы, об этом говорят большая часть исследований, склонны более щадяще относиться к позиционирующей паренхимии, то, возможно, и лапароскопическая абляция у этих больных. И почка от этого может получить дополнительные выгоды по сравнению, в том числе, с хирургическим вмешательством, когда тот же наркоз, когда вмешательство более агрессивное, когда есть кровопотеря, когда стресс хирургический гораздо больше, чем при даже лапароскопической абляции. Хотя, конечно, и в идеале надо стремиться к перкутанным методикам. Но почему мы говорим о лапароскопии? Потому что перкутанные адекватные методики возможны только при качественной, хорошей навигации. Когда действительно мы пользуемся не только ультразвуковым наведением, когда у нас есть возможность использовать различные варианты компьютерной томографии с КТ-флюрископической приставкой, когда мы можем действительно реально точно навести воздействие непосредственно на опухолевый узел. Поэтому, особенно на ранних стадиях, в ранних работах, когда их несколько так сравниваешь, понятно, что некоторые писали, что результаты, например, криоабляции лучше, чем РЧА, но когда смотришь, РЧА всегда выполнялась, чаще выполнялась лапароскопически, а криоабляция, наоборот, криоабляция лапароскопически, а радиочастотная абляция перкутанна. И понятно, что, скорее всего, этот диссонанс может нивелироваться тем, что средства навигации все-таки были не до конца эффективны. Насколько абляции безопасны, опять же, зависит от техники, от опыта и, прежде всего, от средств навигации. Лет 8 назад на одной из конференций, посвященной этим методикам был продемонстрирован пациенту, у которого был единственный рецидив опухоли почки в аортоковальном лимфатическом узле, плотно прилежащий к чревному стволу, находящийся выше почечных сосудов. К этому пациенту выполнена была криоабляция перкутанна при фьюженноведении. Риски запредельные, на наш с вами взгляд, но, тем не менее, этому пациенту был выполнен такой метод лечения, малоинвазивный, через кожу. Пациент, по сути, был отпущен на следующий день домой, и специалисты, которые это выполняли, были уверены в своих действиях. Поэтому, еще раз говорю, скорее всего, все-таки пока на сегодняшний день это искусство. Ну, это то, о чем я сказал, что очень важны эти методы визуализации, которые необходимы. А когда их нет, когда нет флюжескопической приставки к компьютному томографу, ну вот мы одно время пытались осуществлять так называемые рамочные технологии, когда за счет специального позиционирования, наложения рамок, проецирования и так далее, мы размещали иглу для абляции непосредственно в опухолевом узле. Это ужасно неудобно, это долго, это дополнительно лучевая нагрузка. И, конечно, мы от этого отошли, ну, в силу того, что это действительно технически, на наш взгляд, на сегодня нецелесообразно. И есть просто адекватное оборудование, которое позволяет это делать гораздо проще и с меньшим вредом для пациента. И вот первый материал из центра Березина, который был предоставлен нам Николаю Владимировичем Воробьевым, это воздействие на опухоль почки за счет сериотоксического облучения, за счет на аппарате Кибернож с предварительным введением метки для ориентировки. В центре было пролечено 11 больных, 7 из которых имели опухоли единственной почки. В стадии Т1А было 9 пациентов, Т1Б – 2 пациента. Гипофракционирование суммарно 36-45 ГРЭС за 3-5 фракций. Медианное наблюдение 34 месяца. Ни одного случая локального рецидива. Пациенты в основном преклонного возраста с единственной почкой. Ни одного случая локального рецидива в течение 34 месяцев. Вопрос, имеют ли право эти методы хотя бы на то, чтобы продолжать их продвигать и развивать. Наверное, на мой взгляд, все-таки да. И функционально. Практически только у пяти больных, что составило 45% из этой группы, было снижение фильтрационной функции почки, но это снижение не превышало 25% от исходного. Ну, конкретный клинический пример. Пациенту на момент лечения было 80 лет. Пациент обратился по поводу достаточно больших размеров образования единственной почки, занимающей практически весь верхний полис. И пациенту была проведена стереотоксическая лучевая терапия. Пациент на сегодняшний день жив, без признаков рецидива. Ему на сегодняшний день уже почти 85 лет. Следующая методика, которая, наверное, более на сегодняшний день является стандартизированной. И на самом деле, мы пересмотрели стандарты сразу после ваших слов. А криоабляция и радиочастотная абляция на сегодняшний день не являются экспериментальными методами. А вот все остальные методы воздействия, в том числе электропарации и так далее, они относятся к экспериментальным. Поэтому на сегодняшний день уже можно говорить о том, что радиочастотная абляция и криоабляция может использоваться в стандартном варианте лечения у тех больных, которых мы на нее отбираем. Ну, здесь тот механизм, который используется и что происходит непосредственно в ледяном шаре. Здесь необходимо как минимум охладить ткань до 40 градусов Цельсия. В этой зоне происходит гибель клеток, некроз ткани. Но, естественно, вокруг возникает еще зона с не таким снижением температуры, в которой происходят функциональные нарушения, которые на самом деле потом нивелируются. Мы проводили достаточно большую работу, на наш взгляд, она интересна. Мы ее даже в Лондоне в этом году представляли. Мы оценивали перфузию, компьютерно-томографическую перфузию почки при разных ситуациях. Ну, прежде всего, нас интересовала резекция, резекция без ишемии, резекция с наложением шва, без наложения шва. Но в том числе мы взяли больных, которым выполнялись радиочастотные абляции и криоабляции. Но вот это пациент, которому выполнена криоабляция, если посмотреть на компьютерные томографии, достаточно выраженное нарушение, функциональное нарушение, как на самой компьютерной томограмме по накоплению контраста, так и на перфузионных картах тоже мы видим в зоне криоабляции достаточно обширную зону потери функции, то есть, по сути, перфузии крови. При этом, когда мы посмотрели на более поздних этапах этих пациентов, у них происходит, по сути, год, а по сути, уже на третий месяц и к середине, к полугода, полное восстановление той зоны, которая функционально, по сути, выпадала при этом воздействии. Поэтому достаточно, все-таки, наверное, малоинвазивно, и с высоким сохранением функционирующих паренхимы осуществляются эти воздействия. У радиочастотной абляции картинки немножко другие, и дальше я покажу, там сразу возникает достаточно грубый некроз без каких-либо функциональных нарушений, и он остается навсегда такой, то есть, он не меняется уже с течением времени, по сути, мы достигаем сразу достаточно грубого рубца. Ну, те работы, которые, ну, так мы выбрали, по сути, посвященные непосредственно криоабляции, действительно образования в основном выбираются небольшие, в пределах 2-3 сантиметров, но это и в рекомендациях также звучит. Снижение функции почки, вы видите, там, где определялось достаточно невысокое, то есть, нарушения невыраженные. Ну, и частота рецидивирования, наверное, все-таки она не наверное, а действительно признается всеми, она выше по сравнению с пациентами, которые подвергаются хирургическому лечению. Но опять же, мы говорим не о всех больных, а о тех, которых мы отбираем, кому, наверное, это более целесообразно делать, еще раз говорю, в силу функционального статуса. Надо сказать, что действительно с криоабляцией, может быть, есть определенные проблемы. Насколько я знаю, фирма Галил не поставляет уже системы для криоабляции на сегодняшний день. И вот в Санкт-Петербурге была разработана такая установка для проведения криоабляции. Выпущены вот эти зонды, они в жизни даже немножко более такие презентабельные. Там точно так же вакуумная оболочка, они практически действительно не промерзают. И основана она на жидком азоте. Вот все абляции, которые мы выполнили, это 11 абляций на сегодняшний день. Все были, конечно, небольшого размера образования, стадии ПТ-1А. Обычно с двумя циклами замораживания и оттаивания, повторное замораживание проводилось. Все мы делали лапароскопически. Но, опять же, это опыт, это хорошее наведение. И у нас нет той навигации, которая бы, на мой взгляд, могла нам обеспечить адекватное проведение этой процедуры перкутана. Медианное наблюдение 18 месяцев. Признак локального рецидива был только у одного больного. И мы ему все-таки выполнили нефректомию. Функция второй почки у него была нормальная. Радиочастотная абляция. Те два в основном аппарата крайних, которые на сегодняшний день в основном активно используются с этой целью. Два разных электрода. Электрод зонтичный. Электрод, по сути, просто цилиндрический, который формирует вокруг себя зону абляции, чаще всего до 2-3 см. Там можно достигать абляции до 4-5 см в диаметре. И, наверное, один из последних таких обзоров и метаанализов, посвященных радиочастотной абляции, куда вошло 16 наиболее презентативных исследований, по мнению авторов, где было продемонстрировано, что все-таки менее инвазивные процедуры радиочастотной абляции, число дней госпитализации было достоверно ниже. Число осложнений, как больших, так и малых, практически были одинаковы с резекцией почки. Здесь сравнивалось радиочастотная абляция с резекцией почки. Предоперационный уровень клубочковой фильтрации был выше у пациентов, которые подвергались резекции. Но, естественно, мы отбираем пациентов, которые похуже для радиочастотной абляции. Поэтому здесь функция почек была достоверно лучше у пациентов, которые подвергались хирургическому лечению. При этом после операционный уровень клубочковой фильтрации не различался, в группах достоверных различий не было. И когда оценили уровень снижения клубочковой фильтрации в обеих групп, естественно, он был в результате значительно более выраженный у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство. То есть все-таки мнение более превалирующее, что в отношении сохранения функции почки эти методы более предпочтительны. Здесь несколько смазался слайд, но число локальных рецидивов действительно было достоверно выше в группе радиочастотной абляции, так же, как и при криохирургии. Но по числу отдаленных метастазирований различий никаких не отмечено. Так же, как и в ряде работ, говорится и по уровню общей выживаемости, хотя, конечно, в этих исследованиях сроки общей выживаемости достаточно оцениваются невысокие. Вот мы собрали из двух центров радиочастотной абляции, которые сделаны за период с 2011 до 2015 год. Это не онкология Петрова и наши соседи, регионологический институт. Суммарно получилось 56 человек, 24 – это наши были больные из Непетрова, 32 – соседей, мужчин – 39 – 17 – женщин, средний возраст составил 68 лет. Все эти пациенты были с небольшим размером образования, менее 4 сантиметров. Стадии Т1А лапароскопически выполнено все-таки у большинства, и опять же, по той же самой причине, потому что нет возможности адекватного позиционирования. И перкутана выполнена 22 больным. Если говорить о структуре гистологической, всем больным выполнялась биопсия, и, конечно, на сегодняшний день в идеале биопсию надо больным, планирующимся на подобные методики, выполнять заранее, на амбулаторном этапе, получать гистологическую верификацию, на основании этого формировать показания к данным методикам. Понятно, что молодому человеку, наверное, нет смысла вообще об этом говорить, но если тем более у пациента низкодифференцированная опухоль, наверное, целесообразности предлагать тоже, ради чего-то на абляцию нет, так как понятно, что все-таки онкологические результаты несколько хуже на сегодняшний день. Во всяком случае, в нашей группе это практически абсолютно большинство пациентов было со светлоклеточным раком, почтноклеточным раком, и, в общем, преимущественно с хорошей степенью дифференцировки. Вот в отношении осложнений. Осложнений, конечно, не так много. Единственное достаточно, ну, может, более-менее серьезное осложнение – это было формирование паранифральной гематомы, достаточно массивной, хотя мы ее ввели консервативно и не оперировали. И, в общем-то, все закончилось спокойно, пациент был выписан. Все остальные, в общем-то, осложнения были незначительные, не требовали каких-то дополнительных вмешательств. Но у возможностей технических действительно есть ряд ограничений, которые часто приводят. Это когда кишка прилегает, когда прилегает какой-то соседний орган к зоне абляции. Но опять же, опять опыт. Вот в данной ситуации прилегала кишка непосредственно к зоне абляции, но при технологии можно ввести в эту зону между почкой и прилегающим органом тот же самый холодный физраствор, который оттесняет кишку и позволяет выполнить абляцию. Вот этому пациенту была выполнена абляция. Вот именно с применением подобной методики предохраняет кишку от возможного ожога. Если говорить о онкологических результатах, конечно, это такой скромный опыт. По сути, рецидивы были выявлены у 11 пациентов в 19,6%, и умер один пациент за это время преклонного возраста вследствие кардиологической патологии. Семи больным выполнена лапароскопическая резекция, и четырем больным повторная перкутанно-рочтотная абляция. Пациенты, которые были прооперированы, у них везде подтверждено наличие светлоклеточного рака. Немаловажный вопрос, как наблюдать этих больных после вмешательства. Они, конечно, несколько отличаются от пациентов после хирургического лечения, причем отличаются в том числе и те, кто принес кривоабляцию, и те, кто принес радиочастотную абляцию. При кривоабляции в основном всегда остается небольшой плюс-компонент, плюс ткань, которая при радиочастотной абляции в основном всегда достаточно быстро уходит. Наблюдать нужно достаточно часто, и в основном наблюдение радиологическое, то есть это регулярное выполнение компьютерных томограмм с контрастированием, 3, 6, 12 месяцев и далее каждый год в течение 5 лет. При этом понятно, что достаточно высокая лучевая нагрузка – это одна из проблем, которые часто озвучивают. Поэтому на сегодня есть ряд работ, которые говорят о том, что можно использовать ультразвуковую диагностику с использованием контрастов. У нас есть небольшой такой опыт, и вот здесь видно, что после операции есть зона негативная по накоплению контраста, которая свидетельствует о адекватности проведенного аблятивного лечения. Ну и вот те картинки непосредственно радиочастотной абляции, грубый достаточно рубец в области абляции с отсутствием какой-то действительно реальной иллюзии хотя бы опухолевой ткани, что несколько отличает ее от криоабляции. Ну и еще один момент, о котором в конце остановлюсь, это все-таки есть и в литературе об этом данные, что аблятивные методы обладают определенным иммунологическим таким триггером. И в том числе мы провели анализ небольшой группы в свое время, мы докладывали эти уже результаты, что радиочастотная абляция демонстрировала рост иммуномегуляторного индекса, к 30-му дню он был максимальный и затем испытывал уже снижение практически до трех месяцев, приходил к нормальным значениям. Поэтому, возможно, и этот определенный компонент, он тоже имеет какое-то значение, на сегодня пока не очень понятное. И тем не менее методы локального воздействия, конечно, малоинвазивны. Они все-таки на сегодня говорят о том, что они лучше сохраняют функцию почвенной паренхимы. Возможно, формирование специфического иммуноответа, более низкая стоимость вмешательства, но, естественно, есть определенный компромисс в онкологии, в онкологических результатах, которые нужно всегда учитывать. Спасибо за внимание.